Здравствуйте! Меня зовут Ирина. А я Роман. Наверное, для большинства из вас мотоциклы это удовольствие, а для нас это прежде всего работа. Ну здорово, когда приятно совмещается с полезным. Мы тестируем новинки мототехники. И отчитываемся перед вами о проделанной работе. 20 лет назад в святая святых японской инженерии компании Хонда родился мотоцикл, которому предстояло, если и не перевернуть мир спортбайков, то как минимум стать культовым. В этом году линейка литровых спортбайков Fireblade отмечает свой 20-летний юбилей. К такой дате их грех было не выпустить нечто особенное, воплотившее в себя 11 реинкарнаций. И так же, как и 20 лет назад, следующую девизу Total Control. Однако столь значимую дату японская концерна решила отметить довольно скромно. То ли экономическая ситуация диктует свои условия, то ли компания решила взять небольшой том-аут перед решающим ударом по своим конкурентам. Но, извините за тавтологию, новой модели можно назвать новой лишь с натяжкой. Ведь по сути это всего лишь эволюция 9-го поколения, появившемся 4-мя годами ранее. Ну почему? Давай сгибать пальцы. Давай. Во-первых, литровый 16-клапанный 178-сильный двигатель. Несмотря на измененные параметры впрыска топлива, остался фактически прежним. Увеличившаяся в 2010 году примерно на 7% масса коленвала, хотя и немного, но улучшила тягу в среднем диапазоне. Но на общий характер мотора почти никак не повлияла. Во-вторых, рама и вовсе идентична. И главное, никакой новомодной электроники, типа трекшн-контроля или переключаемых карт впрыска. Конечно, для опытного пилота она по большей части от лукавого, но в последнее время, что называется, народ требует. АБС? Им могла похвастаться и предыдущая версия Fireblade. Так чего же в его конструкции, собственно, нового? Прежде всего, это подвеска. По последней моде спереди теперь стоит вилка Шова серии Big Pistol Fork, а сзади амортизатор Шова модели Balance Free Rear Cushion. Вслед за ним обращаешь внимание на новые 12-спицевые колеса, сбросившие лишний жирок с неподрессоренных масс. Уменьшившиеся в размерах электронный демпфер руля, а также жидкокристаллическую панель приборов, утратившую столь характерное для двух предыдущих поколений блюдца – стрелочного тахометра. С точки зрения дизайна изменения более заметны. Однако до глобальных им так же далеко, как легкому лифтингу до косметической подтяжки. Возможно, мужчинам покажется, что мотоцикл стал выглядеть более агрессивно. А с женской точки зрения он стал более милым и дружелюбным. Ну, а как раз с тем спорить – дело неблагодарное. Давайте лучше перейдем к практической стороне вопроса. Не стоит думать, что спортбайк создан исключительно для трека. Из тех нескольких десятков людей, выбравших себе Fireblade в этом году, лишь единицы вывезли его на кольцо. Так давайте попробуем понять, что получили эти люди в рамках городской эксплуатации за свои 700 тысяч. Революции не случилось. В городе Fireblade остался собой. Абсолютно сбалансированным спортбайком. Понятным и предсказуемым. Он не кажется взрывным, строптивым или адски злым. Но при всем этом он очень быстрый мотоцикл. Интересно, что даже на высоких скоростях управлять им, как ни парадоксально это звучит, легко. Ты не борешься с ним, а просто едешь. И о том, что скорость приближается к звуковой, осознаешь, лишь взглянув на мельтешащие цифры с фидометра. В этом заслуга не только мотора, обладающего несвойственной для многих одноклассников мясной серединой, но и модернизированного шасси. Поэтому, чтобы соблюдать в городе и его окрестностях скоростной режим, пилоту нужно обладать недюжиной силой воли. Ведь иначе чуть расслабился, высвободил все 178 лошадей и 112 ньютон-метров и тут же лишился прав. Или, как минимум, спустил весь месячный бюджет на оплату штрафов за превышение. Я, как хозяйствующая особь, то есть особь женского пола, предлагаю оценить этот мотоцикл с точки зрения его полезности в хозяйстве. То есть попробовать перенести на нем килограмм тестового картофеля. Литровые мотоциклы в народе называются килограммами. Так вот, килограмм картофеля для килограммового мотоцикла. А если была бы 600-ка, было бы 600 грамм? А была бы 400-ка, было бы того 400. Я думаю, что достаточно. Либо он может это сделать, либо он не предназначен для таких целей. Фаерблэйд слишком гордая птица, чтобы опускаться до такой бытовухи. Порою кажется, что уровень мужественности мотоциклиста зависит от объема двигателя его мотоцикла. В случае с Фаерблэйдом, даже если вы не умеете ездить на заднем колесе, делать стопи или проходить повороты с коленом, вам порой достаточно просто встать в красивой позе на открытой местности, и вы окажетесь в центре женского внимания. А вот вам и показатель. 15 минут, 5 телефонных номеров и даже один ребенок. Но, к сожалению, ни одной из этих девушек Рома не сможет покатать пассажиром, потому что у них просто не было шлема. Поэтому в роли пассажира попробую выступить я. Менее комфортно может быть только в переполненной маршрутке, где-нибудь в районе Тульской области и бездорожье. Причем маршрутка должна быть 76-го года выпуска, везущая вас второй час. Но, с другой стороны, если подумать о том, какие замечательные фотографии можно будет потом выложить на своей страничке в социальной сети, и как будут завидовать подружки, и сколько лайков вы получите, я думаю, что этот дискомфорт стоит потерпеть разок, другой, может быть, третий. А дальше вас может ждать свадьба. Горд-городом. Однако не стоит забывать о тех, кто собирается использовать этот мотоцикл по его прямому назначению – на гоночном треке. Откровенно говоря, в полной мере оценить потенциал мотоцикла в скромных границах картодрома сложно. Причина проста и банальна. Паэрблейду здесь откровенно тесно. Ведь при столь внушительном запасе сил и тяги тут он словно лев, загнанный в клетку провинциального зоопарка. Впрочем, даже такого подобия детской площадки достаточно, чтобы ощутить главную фишку CBR1000RR. Общая сбалансированность конструкции и уверенная тяга мотора в среднем диапазоне позволяют не только держать высокую скорость в наклоне, но и быстрее из него выходить. А это напрямую отражается на времени круга. Еще бы верхов побольше, но чем быстрее начинаешь ехать на кольце, тем явственнее проявляется гражданская суть мотоцикла. Стандартная настройка подвесок и мягкое седло навевают мысли скорее о быстром туризме, чем о спорте. Плюс комбинированная система тормозов с АБС ощущается неким дополнительным чужеродным элементом, можно сказать, этаким посредником, встроенным между пилотом и тормозными механизмами. Нет прозрачности привода. В оправдании Хонды можно сказать, что этим грешат практически все антиблокировочные системы. Говорят, что лучше – враг хорошего. Аналогично можно сказать, что литр – враг шестисотки. А уж тем более, когда они сопоставимы по весу. 199 килограммов, если брать CBR 600RR. И 211 килограммов, если брать CBR 1000RR в версии с АБС. Fireblade разгоняется ошеломительно, но без рывков и суеты. Хочется расслабиться и получать удовольствие. Когда толкаешь его к Апексу, а шорох слайдера вторит двигателю, ощущение экстрима отсутствует напрочь. Никаких стрессов, никаких покоренных орбит. Ты просто быстро едешь. Все под контролем. Будь то и не литр, а шестисотка. 20 лет модель работала на свое имя. Наматывая на колеса километры дорог и трека. И вот теперь имя работает на модель. Сложно найти недостатки в мотоцикле, которые холили и лелеяли лучшие японские умы. Лично мне в голову приходит только одна забавная особенность. Это слишком скользкое стоковое сидение, по которому мои 50 килограмм при слишком резком открытии газа просто слизываются к заднему сидению. Да, даже несмотря на то, что Honda Fireblade в этом году изменилась незначительно, она все еще стойко держит удар от конкурентов. А надо сказать, они не слабаки. BMW S1000RR, Suzuki GSX-R1000 и Kawasaki Ninja ZX-10R. Основное преимущество Fireblade над ними – это то, что на нем лезет легко и ездить быстро. Но, увы, для некоторых именно эта его черта является недостатком. Он как трудолюбивый японский работник, который будет беспрекословно выполнять все ваши команды. Четко, профессионально, быстро и без единой эмоции на лице. Еще одним критерием оценки мотоцикла является стоимость обслуживания. Производитель рекомендует через каждые 6 тысяч километров пробега менять масло и фильтр. В среднем стоимость замены без учета сервисных работ составит 3700 рублей. Еще через 15 тысяч километров можно будет поменять тормозные колодки, цепь и звезды. Приблизительные расходы составят 13500 рублей. И в целом, чем чаще вы балуете свой мотоцикл, дарите ему подарки и уделяете внимание, тем дольше и вернее он вам прослужит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...